кто-то выстрелил собаку по кличке белый эта собака которая у нас в отряде вместе с александром габушевым шла вместе с нами она долго потом после его ареста то одних то других наконец попала в якутске там у сергея тихого виктории живет они заметили что она скулит повели к ветеринару и и делали снимок и обнаружили пулю от пневматической винтовки который могла быть в руках подростка могла быть в руках хода мужчины который решил отогнать он мог не знать совершенно о том что эта собака шамана а мог и знать это даже не важно просто он взял и выстрелил у нее и пуля попала в позвоночник после того как уже сделали исследование повели на операцию этого нашего пса белого по кличке белый а белую масть у него белая достали эту пулю и сергей тихий показал ее вот всю историю как эту пулю так сказать в врачу ходили спасали белого он рассказал это очень душевная такая история она не может не затронут людей сейчас ее другие блогеры рассказывают о ней но я немножко другом вот смотрите когда как белый появился в отряде вообще-то его привезли два мужика строителя они когда увидели что этот щенок семимесячный ему решать по моему месяцу было живет в клетке и всю свою жизнь жил в клетке и вырос в клетке им так стало жалко этого пса что они его купили у хозяина а что с ним дальше делать не знали но они строители они едят у них то там заказ то там заказ ну куда его и вот они к нам в отряд его привезли и саша габышев сразу согласился а пусть остается я тогда еще подумал куда он же большой такой довольно большой пес куда тут маленькую собачку доли то трудно так вести по трассе а тут такой нет остается саша ангел у нас член отряда он и при мне повел на там на озерце и и мылом отмыл и собака стала белым и когда мы пришли обратно со зерца шаман говорит о белый и вот так появилась у него кличка так что удивительно так сказать я то беспокоился что нам мешать будет он сразу понял что нельзя заходить за белую черту у обочины на проезжую часть а можно бежать только по левой стороне и по полям так сказать вдоль откоса дорожного и вот там он и бегал дважды он перебегал дорогу один раз огляделся и видеть ники машин нет и побежал моему крипту он тут же вернулся долго потом не перебегал авто у нас точно также не заметила него и него врезалась ему в корпус но не так сильно но тем не менее ну а потом он уже не перебегал он не не рычал ни на кого не лаял так добрейший как говорится души пес замечательный ну и вот теперь вот такая история его спасли надеюсь у него вы понимаете трагедии проходит очень крупный у нас в россии сейчас просто страшная трагедия в курбасе и вы понимаете но мы все равно у нас у всех людей и не говорю конкретно в принципе у всех людей настолько широко доброе сердце что мы откликаемся и на огромную человеческую трагедию с огромными человеческими жертвами но откликаемся вот и на собачью трагедию тоже не такую огромную но душа у нас тоже она у нас у всех ранимая мы мы остро чувствуем у нас в истории в тюмени одна женщина подобрала котенка который малыши до подбегали малышня взяли и засунули в теме на пакет с цементом и от цемента который попал на слизистую глаз котенок ослеп а женщина его взяла выросли он сейчас живет и ну и как говорится она в нем души не чает и код-код-код-код-код такой как бы умный так сказать ну сверх умный даже она просто удивляется я видел приезжал смотрел как говорится даже может сказать общались с этим котом понимаете животное это часть нашей души вот особенно домашний живот и которые живут у нас в семье или идут с нашим отрядом это такая же часть нашей души как и люди и вообще природа это часть на это на наше это мы природа это мы мы созданы природа это на природа души там природа нашей души ну вот что любопытно одна женщина смотрела эти ролики про белого как пострадал как его спасают она долгое время так-то наблюдала за походом шамана за два последних года за его вот всеми злоключениями ну как-то она вот не включалась что же и тут увидела эту историю про белого написала мне вот хочу помочь вот ну вот сейчас будет какое-то колесо включил я вот прямо сейчас хочу помочь а в этот самый день в этот самый день мне пришло саша письмо ну вот письмо и саша просит там дед мороз бандеролью посылкой как угодно пришли мне конвертов с марками надо отвечать 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 пришли срочно так и и берут помощь которую пришла от женщины если другие средства вы же присылали они еще есть мы очень так сказать потихонечку и разумно их тратим так можно было из тех но я взял именно из этих которые в этот день женщина пошел на почту и курьером взял 100 конвертов с такими марками где по россии можно отправить в любой уголок 100 конвертов и курьерскую доставку да это не дешево но так так совпало женщина попросил помогите там саша так сказать вот я что могу так сумма не маленькая там было заказал я не ушли надеюсь саша получится только вот так вот так природа вот так якобы случай отвечает на один случай так сказать выстрел из какой-то темноты в белого добрейшего пса со сашек нашего отряда все кто шел вместе с шаманом а в ответ пусть будет 100 100 посланий 100 добрых посланий от доброго человека когда многие глубоко как-то в космически мыслят и они говорят что сейчас наступает заря времен появляется новая религия и как я понимаю зарю времена новую религию нет старые не отменяются ну так условно назовем старые те которые у нас в кого и во что мы верим не отменяется никакие вещи просто технически появляется возможность впервые впервые вот за последние но уже десять лет десять тысяч лет точно впервые мыслить планетарно и технологически технически и действовать планетарно все семь миллиардов могут действовать одновременно вот эта религия добра которая она есть в каждой религии добро делай человеку добро делай природе добро делай миру делались нищий свет это есть в каждой религии но теперь это можно всем вместе делать может быть вот в ответ на ситуацию с глобальным рабовладением приходит ситуация глобального добра религия глобального добра условно говоря религии а на самом деле от объединения человеческих сердец объединение доброты человеческой души и техника этому может помочь она конечно может помочь и звук но она может было помочь добру я хотел бы чтобы на один факт выстрела из темноты была сотня тысяча миллиард семь миллиардов посланий добра фактов добра не зря может быть именно саша вот шаман пробудил многие вот добрейшие чувства которые есть душах человеческих у многих людей не зря вы знаете народ саха валанхо называет себя народ солнечными поводьями за спиной вот так в переводе на русский солнечными поводьями правильнее было бы наверно перевести солнечными лучами за спиной лучи которые ведут людей вперед народ ведет солнечные лучи лучи света в русском языке вот есть тоже как бы одну фразу такую историческую призыв допустим на русском языке он звучал так одеваться светом я к бронею истины одеваться свет тоже образ тоже очень хорош это образное мышление оно древнее издревле идет просто наступает заря времени когда она может распространяться очень широко я в тюмени сижу за взял и написал руководителем письмо все демократических стран на планете текст этого письма послание он будет в описании ролик я его поставлю они могут никто из руководителей демократических стран а у нас их тоже 100 на планете не менее 100 никто или когда послание мать не увидеть мое но технически это возможно и поскольку это технически возможно я это делаю технически возможно помочь полету добра вокруг всей планеты знаете заря времени заключается еще в чем она это заря 10 тысяч лет прошедших которые мы считаем цивилизацией человеческой это это предвестник был зарезаря действительно начинается сейчас решается вопросов как я думаю сохранится или нет человечество как такое вот это глобальное рабовладение вот это бесконечные войны вот это бесконечный раздел так кстати попытка так выжить за счет соседа но но это ведь темнота это темнота вперед можно идти не за счет того что ты кого-то победил или какой-то народ победил другого вперед мы можем идти только если мы кому-то помогли какой-то народ помог другому какой-то миллиард людей помог другому миллиарду и все вместе все вместе и если мы нам суждено человечеству выжить то только за счет этого тогда никакой метеорит не упадет не астероид и никакой вулкан не взорвется но если мы этого не сделаем на заре времен 100 вулканов завалят планету пеплом и 100 астероидов на нее упадут и не выживет никто никакой представитель финансовой корпорации вернее так корпорации финансового процента никто из них не выживет никуда не не переселиться его никуда не пустя в космосе он там не нужен когда люди мечтали о царстве орае он есть он будет только тогда когда человечество будет помогать нести добро нести добро близким нести добро планете нести добро добро людям народу добро добрые поступки только доброта душевная вот что дает пропуск всему человечеству царство небесное царство космоса великого космоса великого космоса который любит нас и ждет от нас добра его не хватает всегда и везде и во вселенной тоже и мы должны ее наполнить добром в этом нам помогают такие люди как александр и еще миллионы других даже миллиарды добрых людей которые живут по всей планете в каждой стране в каждом народе и у которых на заре времен есть шанс объединить добро в одну общечеловеческую душ душу добра